История рода Тибо Бриньялей уходит корнями в далекое прошлое, его основателем считался француз, живший на Лазурном берегу. Мужчина, почти не говоривший по-русски, обосновался в Санкт-Петербурге, его потомки прославились в ряде городов густонаселенной необъятной страны. Отец члена туристической группы Дятлова, Владимир Иосифович, был горным инженером, участвовавшим в строительстве Макнитогорского металлургического комбината. В начале 1930-х его вместе с сестрой Анной арестовали и отправили в сталинские лагеря для политзаключенных. Мать Анастасия Прохоровна Баутина в молодости жила на Урале. Выйди замуж за симпатичного талантливого работника с неплохой зарплатой, она родила дочь Лизу и сына Володю. После того, как супруга репрессировали, домохозяйка без определенного рода занятий лишилась квартиры в Свердловске. Ее и детей приютила местная сердобольная вдова. Позже с разрешения советских властей женщина воссоединилась с Тебобриньялем, старшим. В селе Осинники Кемеровской области летом 1935 года родился третий ребенок, которого назвали Николаем. Семья пыталась встать на ноги в тяжелых условиях. Анастасия Прохоровна работала в местной школе, а Владимир Иосифович – на рудниках. Коля, с раннего детства привыкший к лишениям, быстро повзрослел и стал помощником отца и матери. В анкете, ставшей своего рода автобиографией, потомок французов писал, что окончил семилетку и мужскую гимназию. Став членом ВЛКСМ, он поступил на строительный факультет политехнического института и получил место в общежитии города Свердловска. После Великой Отечественной войны на Урале молодежь увлекалась туризмом. Каникулы и зимой, и летом студенты проводили в горах. Коля пристрастился к высококатегорийным походам после того, как на первом курсе побывал на геодезической стажировке. В 20-летнем возрасте он набрался опыта и начал руководить группами, путешествовавшими по реке Чусовой. Коллегами Тибо Бриньоля в то время были Георгий Кривонищенко и Юрий Дорошенко. Игорь Дятлов помогал организовывать экспедиции и возглавлял некоторые из них. За шесть месяцев до того, как группа из девяти человек отправилась на склон горы Халатчахль, уроженец села Осинники защитил диплом под руководством заведующего институтской кафедрой Виссариона Ильича Лабзенко и отметил окончание вуза пешим походом по горам Алтая. Вдоволь насладившись красотами реки Катун, озера Акакем, Кучурлинского перевала и поселка Кызылманы, молодой человек приступил к работе в строительном тресте Свердловска. О личной жизни Николая почти ничего неизвестно, намек на романтические отношения присутствовал в дневнике, обнаруженном после гибели туристической группы Дятлова. Считалось, что у выпускника Уральского политеха был роман с Людмилой Дубининой, молодых людей называли доктором и кандидатом любовных наук. По мнению знакомых, студентке вполне мог приглянуться остроумный, никогда не унывающий брюнет с загадочной иностранной фамилией и оригинальной внешностью. К тому же он имел работу и был старше на несколько лет. Правда, в смертельном походе между парнем и девушкой произошла ссора из-за ремонта палатки. Тибо Бриньоль в одиночку справился с трудной работой, а Дубинина подверглась осуждению и лишилась десерта в виде мандарина. Родственники считали опасным увлечение Николая, прораб с высшим образованием обещал, что путешествие по Северному Уралу будет последним. Посетив дом матери в Кемерово, в конце января 1959 года он отправился в поход, организованный Игорем Дятловым. Семен Золотарев, Юрий Юдин, Людмила Дубинина, Георгий Кривонищенко, Александр Колеватов, Рустем Слободин, Юрий Дорошенко и Зинаида Калмогорова присоединились к экспедиции, стартовавшей из Свердловска. В поселке, где раньше жили политзаключенные, молодые люди попрощались со студентом политеха с обострившимся радикулитом и двинулись по тропе, проложенной местными племенами к безымянной высоте 1079. В течение трех дней группа шла на лыжах вдоль рек Лозьвы и Вяуспе, на четвертой туристы оказались в районе горы Халатчахль, являвшейся контрольной точкой маршрута. Из-за порывистого ветра и плохой видимости парням и девушкам не удалось сразу подняться по склону. Судя по записям в дневнике, дятловцы решили разбить лагерь и ждать подходящие погоды. Что заставило студентов и работников уральских предприятий в спешке покинуть теплую палатку, никто из биографов не знает. О трагедии, произошедшей в ночь с 1 на 2 февраля, достоверной информации до сих пор нет. Общественность заволновалась, когда члены туристической группы Дятлова не вышли на связь в оговоренное время. Родственники и руководители спортивных секций УПИ забили тревогу. Поиски организовали, когда выяснилось, что лыжники не добрались до поселка Вижай и не оставили маршрутной книжки. Спасательная операция с привлечением авиации началась 22 февраля. Труп Тибо Бриньоли обнаружили в начале мая 1959 года под подтаявшим двухметровым сугробом в русле небольшого ручья. По мнению спасателей, одновременно с выпускником УПИ смерть по причине воздействия непреодолимой силы приняли Людмила Дубинина, Семен Золотарев и Александр Колеватов. В ночь с 1 на 2 февраля встревоженная или напуганная четверка в овраге отделилась от других участников экспедиции и попыталась оборудовать убежище в снегу. Первоначально следователи, рассматривавшие фотографии с места трагедии и внимательно читавшие акты вскрытия, предполагали, что молодые люди, пытавшиеся укрыться от холода и внешних воздействий, были накрыты сошедшей лавиной. Когда у Золотарева и Дубининой обнаружили множественные деформации в области ребер, высказывалось мнение, что над Людмилой и Семеном издевались сбежавшие заключенные, а Николая, пытавшегося защитить товарищей, убили ударом по голове. Позже судмедэксперты выдвинули гипотезу гибели от травм, полученных при поочередном падении с большой высоты. Повторно изучив останки, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти Тибо Бриньёля стал закрытый оскольчатый перелом черепа, спровоцировавший кровоизлияние в мозг. 12 мая родители, братья, сестры и педагоги забрали тело туристов и похоронили их на Михайловском кладбище Свердловска по соседству с могилами ранее обнаруженных Юрия Дорошенко и Зинаиды Калмогоровой. В память о трагической экспедиции на перевале Дятлова установили мемориальную доску и пластины с вырезками из журналов, документальных произведений и газет.